Это программа о самом главном. Сейчас настало время рубрики «История болезни». Иногда можно услышать, что люди, у которых много родинок, они счастливые. Но так ли это? В действительности родинка представляет собой минус замедленного действия. Ведь что по сути такое родинка? Это скопление клеток, меланоцитов, которые потенциально способны перерасти в рак кожи. В меланому. О том, как от этого уберечься, мы поговорим сегодня. Хочу спросить у зрителей студии. Кто-нибудь в зале имеет много родинок и хочет проверить, так ли они безобидны, так ли они... Вы, девушка, идите к нам. Кто еще? Вы? Идите к нам. Вы? У вас много родинок, молодой человек? Идите к нам. Ну что ж, давайте разбираться. Давайте. Я предлагаю для того, чтобы было зрителям лучше видно, привлечь технику. Мы возьмем видеокамеру и те родинки, которые есть у наших зрителей, покажем на большом экране. Давайте начнем с молодого человека. Коль уж он вызвался. Как вас зовут? Илья. Илья. У вас есть родинка? Есть. Где? Можете показать? Буквально недавно появилась. Ну, вроде не беспокоит. Но хотел бы узнать, плохо это или хорошо. Так. Что я могу сказать? Судя по внешнему виду, предварительно можно говорить о том, что это та разновидность родины, которая называется лентига. Лентига – это плоское образование пигментное, и оно одно из самых безвредных. Поэтому в данном случае, я думаю, что если никаких изменений нет, и оно не изменяется в размерах, не изменяет свою цветность, то поводов для беспокойства здесь нет. Давайте посмотрим какую-то другую форму. Давайте. Спасибо, Илья. Присаживайтесь. Как вас зовут? Елена. Лена, где у вас родинка? Ага. Давайте посмотрим. А вот это уже более интересный вариант. Это объемное образование, оно выступает над поверхностью тела. Это называется сложный невус. И невусы уже значительно менее безобидные. Именно на их долю приходится наибольшая частота перерождений. И по этой причине следить за ними необходимо более пристально, особенно если они расположены в тех местах, которые подвержены потенциальным травмам, либо часто находятся на солнце. Как давно она у вас появилась? Ну, эта родинка у меня с рождения, а после родов она стала увеличиваться. И она действительно меня мешает. Приходится аккуратно одеваться, раздеваться. Я не загораю. Ну и эстетический вид. Мне бы хотелось от нее избавиться. А можно ли это, доктор? Не только можно, но и в некоторых случаях нужно. В том случае, если невус начинает менять свой внешний вид, если он увеличивается в размерах, изменяет окраску, то, безусловно, показания как можно более скорому визиту к онкологу для того, чтобы произвести обследование и в случае необходимости избавиться от этого образования. А вы были врачи? Нет, но собираюсь. Пора, говорит вам доктор. Спасибо вам большое, присаживайтесь. Здравствуйте. Наконец-то, здравствуйте. Как вас зовут? Анжелика. Анжелика. У вас есть родинка? Да, у меня есть родинка, которая меня беспокоит. Давайте на нее посмотрим. Давайте посмотрим. Так она не очень удобна для меня месте. Ну, ничего страшного. И как давно она у вас? Родинка, на самом деле, давно, но в последнее время она стала меняться. Она стала увеличиваться, менять очертания. И самое главное, она стала меняться в цвете, стала темнеть. Как вам кажется, что вы делали, от чего она стала меняться? Я думаю, что если только влияние солнца. Вы загораете много? Достаточно. Итак, доктор, что это за вид родинки? Затруднительно ответить так сразу. Я предлагаю обратиться к нашему эксперту. У нас в студии эксперт Галина Юрьевна Харкевич, врач-онколог Российского научного центра имени Блохина, кандидат медицинских наук. Галина Юрьевна, прошу вас к нам. Давайте покажем нашим телезрителям это пигментное образование, если можно, чтобы отчетливо были видны те признаки, которые составляют нас обратить на него более, скажем, такое углубленное внимание. Ну, во-первых, сама пациентка предъявляет жалобы на увеличение размеров этого образования и изменение характера пигментации. Уже одно это нас должно насторожить. И кроме того, мы видим, что, во-первых, оно несимметричной формы. Дальше мы видим, что здесь такие, ну, можно сказать, географические очертания оно имеет. И кроме того, мы видим здесь такие вот вариации в пигментации, различный характер пигментации, более темные участки и более светлые участки. Вот эти признаки клинически могут являться такими признаками АТП. И здесь я считаю, что необходимо более тщательное обследование, в том числе, скажем, более углубленными методами и, может быть, даже диагностическое удаление для того, чтобы точно быть уверенным, что мы не пропустили здесь, ну, такую, скажем, серьезную болезнь, которая является меланома. Спасибо. Мы еще обязательно обратимся к вам за комментарием. Я так понимаю, что вам необходимо сдать анализы. Я надеюсь, вы это понимаете. Да, безусловно. Спасибо. Я хотел бы поговорить о признаках, на которые следует обратить внимание, если у вас есть родинки, и вы опасаетесь, что они могут повредить вашему здоровью. Посмотрим на экран. Первый признак, на который следует обратить внимание, это изменение цвета. Если окраска становится неравномерной, если она начинает изменяться, это основание для того, чтобы встревожиться. Следующий признак – это воспаление вокруг образования, то есть покраснение вокруг родинки в виде такого ореола. Следующий признак – это увеличение размера родинки или его уплотнение. Следующий признак – это появление трещин и язв на родинке, то есть деформация ее, и выпадение волос, если они росли на поверхности родинки или пигментного пятна. И еще одним признаком является зуд, жжение, покалывание и другие неприятные ощущения, которые могут возникать. Из-за чего родинка на теле может меняться? Дело в том, что меланоциты очень чувствительны к ультрафиолету. И при чрезмерной инсоляции, то есть при загаре длительном, при пользовании соляриями регулярным, может происходить изменение родинок. Это один из таких располагающих факторов. Другим фактором является механическое повреждение родинки. Такое часто случается, например, во время бритья, при каких-то травмах, при ношении одежды, тесные, например, растирания. То есть масса способов есть травмировать родинку. И есть зоны на теле, которые наиболее травматичны в этом отношении. И, наверное, будет разумно, если мы их на нашем манекене обозначим. Одна из самых опасных зон – это кисти человека. Потому что руками человек производит огромное количество действий, и вероятность механически травмировать родинки, расположенные на кистях, она очень-очень высока. То же касается стоп. Потому что тесная обувь может приводить не только к образованию мозолей, но и к травмированию родинок, расположенных на стопе. Также это голень. Давайте, доктор, я вам помогу. Зачастую это то место, где голенище зимней обуви постоянно растирает поверхность кожи. Если в этом месте присутствуют родинки, это, безусловно, тоже может послужить таким травматическим моментом. И спина человека. Дело в том, что человек не видит, что у него на спине расположено, и поэтому плохо контролирует. Например, растираясь каким-то жестким полотенцем, он очень легко может травмировать родинки, расположенные на спине. Когда он чешет спину, когда он, например, сидит как-то, у него механическое раздражение, приходится на поверхность спины. И поскольку человек еще и не видит, есть там родинки или нет, вероятность травмировать такие родинки очень и очень часто. И, наконец, еще одна потенциально опасная зона – это голова. Здесь, так же, как на спине, человек редко может оценить наличие родинок по причине того, что они скрыты под волосами. И в дополнение к этому люди, которые постоянно пользуются расческами, они постоянно подвергаются риску травмировать родинки, расположенные на волосистой части головы. И это, в свою очередь, может привести к их перерождению. Вот это основные зоны, на которые необходимо обращать внимание, когда вы причёсываетесь, когда вы вытираетесь полотенцем, когда вы выбираете одежду и обувь. Это те зоны, травмировать родинки, на которых проще всего. Я обращаюсь к нашему эксперту в студии, к врачу-онкологу Галине Юрьевне Харкевич. Галина Юрьевна, прошу вас. Сейчас ещё модно, особенно в молодёжных кругах, удалять родинки у косметолога. Насколько это правильно и, может быть, это опасно? Ну, я бы не стала, честно говоря, рекомендовать кому бы то ни было подвергать себя такой процедуре именно у косметолога. Это не задача косметолога. Во-первых, правильный диагноз может поставить только или квалифицированный дерматолог, или онколог. И, соответственно, определить, какой вид воздействия здесь будет наиболее правильным, уместным, и выполнить его правильно. Во-вторых, это всё-таки гарантия того, что будет сделано гистологическое исследование, и, соответственно, диагноз будет подтверждён не только клинически, но ещё и гистологически. Я считаю, что у косметологов достаточно других задач, которыми они и должны заниматься. А вот удалять родинки всё-таки лучше у онколога. Спасибо большое вам. Спасибо. Ну что же, подведём итог. Да. Мы понимаем, что родинка – это не то, от чего можно отмахнуться, и не то, что можно просто так легко сковырнуть. Для того, чтобы избежать перерождения родинок, необходимо соблюдать достаточно простые правила. Необходимо не злоупотреблять загаром, необходимо не злоупотреблять соляриями. Необходимо стараться беречь родинки от травм, аккуратно пользуясь расчёской, полотенцем, и подбирая одежду и обувь. Ни в коем случае не надо пытаться удалять родинки самостоятельно. В конце концов, никто не пытается удалить себе аппендикс самостоятельно. За этим обращаются к врачу. Родинки, удаление родинки – это тоже хирургическая операция. И регулярно, если у вас наличествуют родинки, необходимо проходить обследование у врача, который вовремя сможет заметить те изменения, которые с ними происходят. И в случае необходимости назначить лечение или удалить эту родинку. Спасибо, доктор. Болезнь легче предупредить, чем лечить.